История людей, жизни которых изменила война, бытовые сцены, тундровая жизнь с 41-го года. Творческие коллективы Нинецкого округа показали, какой была война в их родной деревне. 240 участников из 16 населенных пунктов объединились, чтобы не дать забыть пережитое горе молодому поколению. Еще раз напомнить, как это было. Забрали меня на фронт в августе 1941 года. Было мне 19 лет. Я кочевал по тундре и думал, так будет всегда. Трогательно печальная история парня из Малоземельской тундры. Война унесла у него не только молодые годы, но и здоровье. Николай Талеев добросовестно прошел все тяготы войны, лишения и голод. Но снайперская пуля врага все-таки нагнала его накануне победы. Он выжил, но потерял память. Вместе с товарищами по ранению Николай попал на Валаам. Там их обучали ремонтировать часы. Война отобрала у меня время. Судьба насмешкой положила время в мои руки. Долгих 14 лет я ждал. Спустя 14 лет память к нему вернулась. Но приехав в родной Нельминос, он не обнаружил родного колхоза и матери. Все дорогое ушло безвозвратно. Это лишь одна история из 104. Именно столько оленеводов Нельминоноса ушли на фронт. 55 из них погибли. 34 вернулись. Остальные считаются без вести пропавшими. Каждая личная история страница в книге памяти. Переписать которую в последнее время гораст практически каждый. Это назидание нашим потоком. Пусть он связан в нашем окружном масштабе. Но мы будем еще доведем до земляков. У нас Нельминонос еще большой поселок. Текстанинский поселок. Я думаю, что эту эстафету подхватят. И тоже будут его помнить, чтить. В каждом творческом номере свои герои. А это значит, каждый населенный пункт внес вклад в общую победу. Этнокультурный центр, как организатор галоконцерта, провел большую работу с участниками. Самые ценные сценарии вошли в сборник священной памяти верны. Я думаю, что задача работников культуры – это поднять все наверх. Этот пласт, который еще нами, может быть, не задет. Его нужно представить, его нужно показать подрастающему поколению. И чтобы эта память оставалась, она жила. И только мы сегодня это можем, пока не потеряно это все, мы должны это все сделать. Главные зрители и критики салюта Победы, конечно же, ветераны. Затронуло меня так глубиной души. Даже отдельные номера вызывали. Все же. Каждый, говорю, что номер был прогуман до конца. До конца. Когда носители достоверных фактов дают положительную оценку происходящему на сцене, есть надежда, что история Великой Отечественной в книгах и учебниках не будет переписана. Валентина Чебичик, Роман Велимарский, телеканал «Север».